Этот вопрос глава Кубани и заместитель министерства Тимур Иванов обсудили в ходе рабочей встречи. По мнению губернатора Краснодарского края, совместное использование Ейской авиабазы стало бы серьезным шагом к развитию курортов Азовского побережья. Мы сегодня активно развиваем Ейское направление с точки зрения курортной инфраструктуры, туристической инфраструктуры. И, конечно, нет смысла говорить об больших инвестициях, в том числе и развитии Азовского побережья, если там не будет транспортной составляющей в виде авиации. Здесь возможность только одна. Больших денег, конечно, никто не даст на создание или на строительство нового аэропорта. А сегодняшний существующий военный Ейский аэропорт, если при вашей поддержке и решении мы сможем его сделать совместного базирования, военный и гражданский, конечно, мы достигаем цели. Нам нужно провести совместные консультации с Генеральным штабом. Дело в том, что нам, видимо, придется доводить сам аэродром до норм гражданской авиации. Это потребует, возможно, дополнительных затрат. Поэтому здесь требуется ряд консультаций именно с нашими воздушно-космическими силами, с начальниками Генерального штаба, для того, чтобы утвердить либо понять, какие необходимые решения или объемы инвестиций для доведения до норм гражданской авиации. Содействие Министерства обороны страны необходимо в решении других вопросов. Например, после расформирования некоторых военных частей в регионе объекты были переданы в собственность края. Однако полноценно благоустраивать эти территории или решать там проблемы с ЖКХ местные власти пока не имеют права, так как земельные участки остались в видении Минобороны. За каждым вопросом встает жизнь людей, комфорт проживания, в том числе и в военных городках, которые ранее находились в Министерстве обороны. Сегодня они переданы в муниципальную собственность. И самый один из важных вопросов – это земля под этими военными городками. Некоторые ситуации не абсурдны сами по себе. Как пример, котельная находится в муниципальной собственности, а инженерные сети до сих пор остаются в федеральной. И тогда мы не понимаем, по большому счету, что мы можем, что мы не можем. Действительно, одной из важных задач стоит урегулировать и привести в соответствие всю нормативную документацию. Если мы передали военных городок, то, конечно, мы необходимо передать и земельные участки. Я думаю, что здесь необходимо сформировать рабочую группу по каждому из направлений, по инженерной инфраструктуре, по уже высужденным и ранее переданным военным городкам, для того, чтобы урегулировать все правоустановочные документы по ним. Отдельно на совещании также обсудили вопросы передачи ряда объектов оборонного ведомства в собственность Краснодарского края. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.